всем привет сегодня у нас в ремонте по гарантии производителя вот такой сварок реал арк 315 z 29 801 аппарат был продан где-то три месяца назад и вот три месяца он отслужил аппарат поступил вот государственного образовательного учреждения и на нем была наклейка что находится на демо экзамене видимо кто-то демо экзамен не сдал угробив вот так вот аппарат пробиты 8 gbt транзисторов причем они не то что пробиты они прям разорваны и здесь все черное бабахнула едема знатно с обратной стороны такая же картина заказали полностью новую плату в сборе так как плата сверху залита герметиком ремонт ее конечно возможно было осуществить но это достаточно трудоемко нужно было менять все 8 gbt транзисторов потом все затворные резисторы у них погорели снаберные цеви погорели сверху на плате стоит драйвер он тоже сгорел это же залит весь герметиком поэтому было принято решение поменять полностью платы тем более такая возможность имеется все сейчас приступлю к демонтажу данной платы не будем менять ее на новую силовая часть от платы было силовое напряжение провода по которым идет было было отключено все сейчас снимаем на любите транзисторы производим снятие платы кусочки транзисторов просто разорвало очень сильно лопатка и вот и вот 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 и вот вот в таком состоянии плата с обратной стороны все 8 и 9 транзисторов просто разорвало на кусочки пришла к нам новая аналогичная плата уже сверху не залитая герметиком все можно отчетливо разглядеть все сейчас ототрем радиаторы ототрем подложки керамические на которых стоят транзисторы и будем устанавливать новую плату и и и и все подложки очищены сейчас приступим к нанесению термопасты не будем устанавливать сначала подложки на радиатор затем уже непосредственно плату а а а Смотрите продолжение в следующей серии. Наносим термопасту непосредственно уже на DGBT транзисторы и прижимаем их лампами. Аналогичная манипуляция со всеми оставшимися шести транзисторами. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Значит все, плата подключена за исключением питающего напряжения на 530 В. Его пока подключать не будем. Подключим аппарат к сети. Померяем, что на затворах DGBT транзисторов. Если все будет в порядке, то будем подключать уже питающее напряжение. Смотрите продолжение в следующей серии. И сейчас осциллографом будем проверять, как творится в наших баллах. Чистая давка преобразования в 18 ГГц, амплитуре 15 В. на каждом ключе нормальный сигнал. Отключаем аппарат и сейчас будем подключать уже непосредственно силовую цепь. Все, подключили аппарат к сети. Подключили напряжение 530 В к плате с DGBT транзисторами. Сейчас подключили аппарат к нагрузке. Сейчас будем проверять его. Включаем сеть. Отдеваем токовые клещи. Ставим минимальные значения. С 29 А по подволу. Мы видим 32 А. 68 А и 69 А. Добавим минимальные значения. Добавим 120 В. Пару минут подождем и проверим нагрев радиаторов и DGBT транзисторов. Так, замерим температуру. Диодные сборки 28, транзисторы 27. С обратной стороны 29. 28 градусов. Давайте увеличим нагрузку где-то ампертой 200. В зависимости от положения 200 А по шкале аппарата. 32 градуса DGBT транзисторы. 34 диодные сборки. Это прилетел 34 градуса. В общем, какой-то значительный нагрев отсутствует. Силовой трансформатор 39. Давайте 250 А дадим. 247 по токовым клещам. 250 по шкале аппарата. 450 Центральuspенциала. Аппарат 2. Остальное 33,00 по токовым клещам. До разделе 34,00 по токовым клещам. Компорт 10,00 по токовым клещам. 33,00 по токовой автодострали. Убрали растения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все только что мы произвели гарантийный ремонт сварочного аппарата Сварок Арк 315. Осталось лишь поставить крышку и попробовать его непосредственно на сварку. Аппарат был отремонтирован по гарантии за счет производителя. Для клиента это ничего не стоит. Срок ремонта составил порядка 30 дней. Срок такой по причине долгого ожидания, долгой отправки платы со стороны производителя. Как только пришла плата, мы поменяли ее буквально на следующий день. В принципе аппараты эти достаточно надежные. Не могу сказать по какой причине случилось то, что случилось с ним. Свои характеристики он выдает. Никаких в принципе претензий к ним нет. Все, сейчас я ставлю крышку и произвожу его испытания на сварку. Но это уже будет за кадром. Спасибо за просмотр.